Астана готовится к приезду высокопоставленных гостей. По традиции столица Казахстана станет дискуссионной площадкой, где прозвучат мнения лидеров сразу нескольких стран в рамках двух крупных саммитов и трех государственных визитов. Моя коллега Батагоса Айджанова расскажет о том, как готовится главный город к приему гостей. Нынешняя неделя насыщена международными событиями. Астана встречает с государственными визитами эмира Катара, президента Турции, президента Туркменистана. На этой же неделе пройдут два саммита с завещаний по взаимодействию и миров доверия в Азии и саммит «Центральная Азия. Россия». Для городских властей первостепенно обеспечить безопасность гостей. Местная полиция уже укрепляет ряды. Планируется временное ограничение движения на некоторых участках дорог города. А для удобства школьников и родителей 13-14 октября занятия в школах пройдут в онлайне. На территории столицы департамент города Астаны переведен на усиленный вариант несиний службы. В городе Астане будет ограниченное движение по ряду улиц. Это вот Наглик-Ель, Кунаева, Достык, проспект Туран. У нас выставлены блокпосты с целью обеспечения контроля и въезда лиц, прибывающих в столицу. 13-14 что-то будет. Детей отправляют на онлайн. Говорят, что из разных стран прилетают главы государств. Мы знаем, что здесь саммит, глав государств в городе Астане. Нас, конечно, это очень интересует. Мы неравнодушны к этому. Ну, самое главное, наверное, как граждан Казахстана, нас беспокоит внешнеполитическая обстановка в мире. Будет саммит в четверг, в пятницу, да, два дня будет саммит. Будет со всех этих президентов, будет приезжать, да, со всех стран. Да, в курсе, да, слышали, что приезжают президенты с 11 стран. Вот только это, но только точно не знаем. Астана вновь будет в объективе мировых СМИ, в очередной раз став международной дискуссионной площадкой, где обсуждают наиболее актуальные вопросы современности. На саммите «Центральная Азия. Россия» повестку будут обсуждать 6 президентов. А за столом совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии соберутся главы государств и правительств из 27 стран-участниц. В итоге Саджанова. Новое время.